Вы знаете, история, которую я сейчас расскажу, она как бы подытоживает весь нынешний год, она настолько идиотская, насколько печальная. Дело в том, что в моей родной Свердловской области, пока в моей родной Свердловской области, но я думаю, это опыт распространится на всю Россию, некоторое время назад, некто зам губернатора Кретов подписал следующее распоряжение, невакцинированные студенты в 2022 году должны быть отстранены от обучения, единственное, кому разрешается учиться из числа невакцинированных, это люди, у которых есть медотвод, но при условии, что вот эти вот люди будут учиться на дистанционке, то есть через компьютер, через монитор. Сейчас об этом поговорим подробнее, к чему оно может привести реальная журналистика, коротко о главном. Погнали! Больше чем уверен, что огромное количество людей, вот сторонников, да, обязательной вакцинации сейчас сидят, аплодируют, говорят, да, давно пора, так и надо, по-другому этих клоунов не заставить вакцинироваться, но вот тут, ребят, я вас расстрою по одной простой причине, что мы говорим о молодых людях. А если вы помните, молодые люди, да, сегодняшние молодые люди, они очень сильно политизированы, и никакой шантаж на них не возымеет никакого действия. Я больше чем уверен, что подавляющее большинство вот этих вот студентов сейчас просто напишут заявление на отчисление, уйдут куда-то учиться в другое место. Но это в Советском Союзе, да, были только государственные вузы сегодня. Вот этих вот вузов огромное количество, есть в том числе иностранные, да, а есть просто какие-то курсы, где в принципе за деньги, а сегодня в вузах многие учатся за деньги, где в принципе за деньги, да, можно спокойно учиться без всякой вот этой вот ерунды, иди, привейся, иначе мы тебя не будем пускать в университет, да ради бога. Вот, ребят, вот только я вам скажу, вы напрасно аплодируете, вы напрасно радуетесь сегодня. Скажу вам одну вещь, которую мне сказали много лет назад, мне тогда было лет 30, я хвастался, типа, я молодой, красивый, поджарый, и мне тогда сказал мой главный редактор одну классную фразу, он сказал, Саш, ты знаешь, молодость, это тот недостаток, который очень быстро проходит, сейчас, к сожалению, этого человека уже нет в живых, потрясающий человек был. Ну, вот такую вот фразу он мне сказал, прошло много лет, и я начинаю его понимать, да, потому что действительно время летит, не успеваешь повернуться, в связи с чем хочу обратиться вот к этим ваксерам, да, сторонникам обязательной вакцинации, радующимся людям, которые правда сидят, и в данный момент аплодируют, что да-да-да, наконец-то, этих х**лов антиваксеров, хоть такими методами... Слушайте, ребят, поймите одно, вам не будет всегда, там, 35, 40, 45 лет. Рано или поздно, да, вы, ну, жизнь не стоит на месте, мы все не молодеи. Рано или поздно вы тоже перестанете быть молодыми людьми, вот сколько тебе сегодня, 40, а вот представь, через 15 лет, ты будешь уже человеком, которых ты сегодня называешь людьми предпенсионного возраста, это те, кому сегодня 40-50 лет, уже войдут в тот самый пенсионный возраст, вот просто представьте себе на минуточку вот эту вот историю, да, что вот плюс 15 лет от сегодняшнего дня. Сразу скажу, что к тому моменту у вас повылезают все болячки, которые вы накопили в течение жизни, но, к сожалению, мы так устроены, наш организм так устроен. Эти болячки, поверьте мне, повылезают, это тот багаж, который вы накопили за всю свою жизнь, когда у тебя там будет под 60. Я думаю, даже раньше у тебя начнет болеть все. И вот теперь представь, ты пойдешь в тот момент, тебе нужен, например, врач. Да, ты приходишь, говоришь, слушайте, мне вот врач нужен, мне все болит, мне вот там... А тебе объясняют, вы знаете, дело в том, врачей вообще мало. Потому что в 2021 году, тогда бушевал коронавирус, вот некто крето, вице-губернатор Свердловской области, издал такой указ, что всех студентов отчислить невакцинированных, ребята отчислились. Вот остались только те, у кого был медотвод, они учились. Но мы же понимаем, что такое медотвод у человека, ну это больной человек. И вот тебе объясняют, говорят, ну вот у него тогда в студенческие годы был медотвод, он тогда уже был больным. Вот сегодня этот врач есть, но дело в том, что вот он на больничном. Вот сейчас мы ничем вам не можем помочь, вы приходите через неделю, ты приходишь через неделю. Опять на тебя смотрят, да, да, вот был врач, буквально появился на один день, но мы же вам говорили, у него же медотвод, да, там, тогда в 2021 году был, и до сих пор остается, он больной человек, он там заболел чем-то другим, он теперь на другом больничном. Ты опять приходишь там через неделю. Третью, четвертую, пятую, десятую, вот уже там на пятнадцатой неделе, ты изнемогая, кое-как дополз до этой больницы, и наконец-то ты поймал этого врача, который в кои-то веки не на больничном. И он тебя обследовал и говорит, слушай, братан, да, вам нужна операция, но есть одна проблема. Дело в том, что тогда, в 2021 году, из-за коронавируса нас перевели на дистанционное обучение, на дистант, и вот в принципе, я вот эту вот операцию, ну, вот так вот реально не делал. Что-то там через интернет мне показывали, рассказывали, связь очень плохая была, то есть процентов на 80. Я теоретический материал усвоил, практики не было, как вы понимаете, ну, дистант. Поэтому, ну, все, что я вам могу сказать, я, конечно, сделаю эту операцию, ну, так вот, 50 на 50. Может быть, вы останетесь инвалидом, хрен его знает. Поэтому, ну, вы не обижаетесь, ну, а что я сделаю? Ну, вот так вот меня учили в 2021 году, ну, коронавирус тогда бы шел. Главное ведь, что мы с вами-то не заболели этим коронавирусом, вот ведь, что самое главное. Понимаешь, вот такая история может случиться или другая, пожалуйста, ситуация. Опять же, через 15-20 лет ты придешь куда-нибудь в аэропорт, и тебе там прямо на регистрации скажут, слушай, брат, как бы, мы тебе, ну, конечно, да, мы тебя довезем куда-то тебе надо, в Москву, в Сочи, бог его знает, садись, конечно, в самолет, у нас проблемы. Дело в том, что вот тогда, в 2021 году, был коронавирус, вице-губернатор тогдашний Кретов подписал указ об отчислении студентов. Вот, ну, все точно так же. И вот, короче, вот этот вот самолет конструировал человек, который учился на дистанте. Больной человек, он учился на дистанте. Поэтому, ну, можем дать гарантию, что вы долетите до места назначения, ну, 50 на 50. Как бы, ну, ну, все, что можем предложить. Ребят, я к чему это говорю? Вот те, кто сегодня радуются, да, что вау, класс, вот этих студентов будут отчислять. Ребят, это уродуются, уничтожается наше будущее. Повторюсь, мы не молодеем. Мы рано или поздно станем старыми. Сегодня мы закладываем свое будущее, камень, вот в эту стройку своего будущего. И то, что уничтожают студенчество под предлогом, благовидным предлогом, безусловно. Вот мы там с коронавирусом боремся, поэтому мы вот будем этих студентов отчислять непривитых. А я повторюсь, они будут отчисляться, они не пойдут на поводу, они не потерпят шантажа. Мы уничтожаем себя через 15-20 лет, когда Путина уже не будет, а мы-то останемся. И мы будем не молоды. Зачем мы это делаем? Для чего? Вы посмотрите немножечко дальше своего носа. Вы загляните туда, в будущее, и подумайте, как вы собираетесь жить через n-ные годы. Все. Переваривайте их. Реальная журналистика. Коротко. Главному. Увидимся. Услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok